Как наносить консилер? Новые правила. Изначально консилер был придуман для того, чтобы им сверху закрывать корректор. Корректоры работают с цветовыми изъянами на лице, с синячками, покраснениями, желтизной и так далее. Они цветные, каждый цвет решает определенные задачи. Если у вас есть потребность, я могу в отдельном видео раскрыть эту тему и рассказать, что, каким цветом мы корректируем. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А еще в моду лет 10 назад вошла американская техника нанесения макияжа. Когда мы консилер брали оттенком светлее, чем основной тон и интенсивно высветляли эту зону, как бы открывая взгляд. Что у кого открывается, по факту никто уже не обращал внимания. Все делали на автомате. Затем нам стали рассказывать, как улучшить действие консилера, чтобы он, например, не скатывался и чтобы дольше держался. Фиксируйте его пудрой. И тут еще один момент вылез. Пудра не может сушить, иначе все пойдет на смарку. И у меня в арсенале в итоге появилась одна из самых дорогих пудр в сегменте. Это знаменитая Ау Глаз. Я уже почти год как совершенно иначе наношу макияж. В этом, между прочим, я совпадаю с мировыми тенденциями. Наносим тональный крем на все лицо. У меня сейчас Ланком Миракл. Очень хороший для сухой кожи. Я сначала всегда переношу на руку, потом уже кисточкой подбираю. Кисть сбрызгиваю термалкой. Кто меня смотрит, знает. Это необходимо для более тонкого покрытия. И на все зоны, без исключения. И под глазами. Увлажняющий тональный крем ничего не пересушит. И в отличие от консилера, он не западает в складки, не скатывается. Теперь смотрим, что у меня не перекрыто. Меня не перекрывают тональные кремы вот эту зону во внутреннем уголке. Не знаю, видно вам или нет, но прям синяки у меня там ужасные. Что я делаю? Я беру консилер. У меня есть вот такой вот Рестелалдер. Я ссылку скину. Хороший, прям такой пигментированный. А есть копеечный от Artvisage. И тот, и другой прекрасно пигментированы, поэтому их нужно немного, и они быстро, моментально все перекрывают. Консилер, так же, как и тональный крем, переношу на руку. Беру кисть. Набираю его. Ну и вбивающими движениями, видите, много набрала. С другой стороны синяк такой, что... Да и здесь можно подшаманить, сюда чуть-чуть протянуть. Вот синяк практически перекрыт. Смотрите, на этой стороне какой синий, и на этой стороне как все. Довольно прилично. Чтобы открыть взгляд, не нужно наносить консилер сюда. Смотрите. Протягивайте его вниз. Вот прям вдоль носа. И чуть-чуть вот сюда заходим. И все. И прекрасно у вас эта зона. Видите, как выглядит свежо. Лицо ровное. Здесь все ровно. Морщины не подчеркнуты. И глазик. Ну, сами все видите. Давайте на другой глаз нанесу бюджетный консилер. Посмотрим, как он работает. Конечно, я взяла не просто какой-нибудь первый попавшийся. Этот хорошо перекрывает все. И у него текстура такая кремовая. Он хорошо прям плотненько ложится. Но ни один из консилеров подобный не будет идеально выглядеть у вас под глазами. Он также прекрасно все перекрыл. И также я его протягиваю сюда. И все. Видите, вот эта зона у меня высветлена. Все смотрится натурально, но очень-очень свежо. И посмотрите под глазами, как хорошо выглядит зона, перекрытая тональным кремом. Конечно, тональный крем должен быть хорошего качества. Это не значит, что он должен быть люксовый. В бюджете тоже есть отличные тоналки. Ну, вот такова техника. Протягивать вниз, вот так вот, в отличие от вот этого всего, совершенно безопасно. Потому что здесь нет ни складок, ни морщинок. Любой консилер, в принципе, который вы возьмете, ложится нормально. И, к тому же, не требует никакой дополнительной фиксации пудрой. Вы почувствуете, что стали выглядеть стильнее, краше. Главное, свободнее. Потому что на одну проблему статью расхода в виде покупки крутого консилера, который и не сушит, и не западает складки, не подчеркивает морщины, у вас стало меньше. Ну, и если мы хотим быть современными, то хорошо бы нам идти в ногу с мировыми тенденциями. Напишите, если среди вас есть любительницы макияжа, я буду делать чаще видео с различным макияжем. Также могу вас познакомить с топовыми визажистами, как зарубежными, так и нашими. И еще я активно мониторю не только макияжную отрасль и, конечно, уход за кожей. Я смотрю, что происходит в мире моды. Хотите, я сделаю видео о модных тенденциях в одежде осень-зима 21-22, пишите в комментариях. Я с удовольствием приступлю к его съемке. Всем хорошего настроения, до новых встреч, пока!